добрый вечер мои хорошие и я вас приветствую на канале воплощение мечты с натальей у нас снова вечер и я думаю уже все закончили свои важные дела и мы можем продолжить наш разговор о истории питомника воплощения мечты как же все начиналось ну собственно о начале самым я уже рассказала закончили мы на том что питомник был оформлен мы переехали в ларионова начали заниматься активно приобретением собак стройкой до вложением как раз вот капитала все что на тот момент я зарабатывала все практически влаживалась именно в этом мое хобби никто не знал как это все повернется будет ли это как-то оправдана финансово это было еще было сложно это все предугадать но тем не менее несколько лет там каждая копеечка влаживалась не в отдых там или еще там автомобиль ремонт влаживалась собак за эти несколько лет поголовье питомники значительно увеличилась мы покупали классных представителей породы и не только обе шкорги пемброк но и у нас появились новые породы так как мы переехали частный дом то встал вопрос о приобретении охранной собаки все таки потому что корги конечно пемброки они прям овчарки овчарки это все так но вот этих овчарок овчарок нужно охранять тем не менее и всталась вопрос о приобретении такой собаки начала я листать искать искать варианты какую же такую вот охранную собаку значит можно приобрести множество вариантов я пересмотрела это было очень сложная работа и какой-то момент вот каждая порода у меня в жизни появлялась вдруг вдруг откуда ни возьмись так как икорки появились моей жизни дает совершенно случайно в интернете увидела эту морду поняла что почему-то я ее люблю вот так же появилась наша вторая порода польская подголянская овчарка уж как это случилось самому только найти только богу известно увидела я сначала ее морду просто вот лицо даже я бы сказала я посмотрела в эти глаза именно этого щенка причем не на вот этой породы а именно этого щенка я увидела фотографии именно этого щенка я вот так прям заморгала заморгала замыкал было позже мой что ли такое но и было же объявление соответственно что продаются щенки польской подголянской овчарки я начала шуршать и весь материал об этой породе почитала мне показалось что это будет то что я ищу я была права таки я посоветовалась мужем говорю вот так и так смотри нашла вот такую вот породу но нужно сказать что ко всем своим как бы таким нюансом все-таки мой муж отличался тем что он всегда меня поддерживал во всех моих начинаниях во всех моих там интригах каких-то он всегда говорил там и если ты так решила вот делать за ваши деньги любой каприз всегда помогал и никогда не спорил всегда верил от меня что у меня все получится поэтому и в этом случае в они приобретение польско-подголянской овчарки он поддержал и мы благополучно отправились за ней во львов ехали мы значит 17 часов это дорога поезде 17 часов заняла взяла я с собой на тот момент викусио это была дочь моего уночь второго мужа от первого брака да вот все так закручено вот и мы значит с викуси и с малой значит уже ванилькой из львова 17 часов ехали в днепр в одном купе я вам скажу эта девочка не на минуту не доставила нам никаких неудобств поезде вот не на минуточку и вот спустя сколько лет сколько мы с ней живем все также также и продолжается ваниль это самая беспроблемная самая собака душа подружка красотка умница она все понимает она чувствует меня насквозь как рентгеном наверно на меня видит все мои эмоции это такая вот ну просто слезами на глазах прям говорю это это не собака это такой человек которого превратила какая-то злая фея белого медведя а он значит чтобы все равно быть ближе к людям превратился вот в собаку из медведя понимаете это волшебная порода волшебно и вот всем рекомендую присмотреться к этой породе у кого стоит вопрос о приобретении охрана сторожевой собаки для дома потому что порода действительно уникальная хотя конечно к сожалению их в нашей стране довольно мало а те которые есть некоторые из них которые есть не отличаются этим качеством которое бы хотелось в общем приехала к нам ваниль . в пятнадцатом году в апреле журнале злобизнес вышла вот такая моя статья о породе польская подголянская обчарка я не знаю видно фотографии ваниль . мои ванильки мои красотки если найдете почитайте но я могу конечно немного вам почитать на чуть попозже значит о чем а у ваниль . ваниль . росла и ваниль . был только один помет к сожалению но какой это был звездный помет это был такой помет что ух малышей и хорошо удачно разъехались попали прекрасные руки мальчик россии чемпион россии в польше он закрыл кобель просто все что можно из польских титулов и не только польши я уж так не вспомню в голландии девочка уехала на стала интером быстро легко и каждый из хозяев моих щенков они были все просто в восторге от этих малышей и потом меня еще очень долго уговаривали даже поляки звонили на телефон как они его находились просьба сделать дубль помет но к сожалению ваня сказала что материнство это не для нее она в это уже наигралась и вообще мать отстань занимайся своими корки ну как бы или не судьба была случиться все таки второму помету к сожалению хотя надо сказать собака безумно классно и я все-таки не оставляю одежды что может быть через пару лет еще одна польская подголянская овчарка поселиться в моем доме это песня был только один раз один раз за 6 лет нашей совместной жизни с ней когда ванилька меня огорчила даже скажем вот этот момент очень остро и однажды она просто выше была забор бетонный вот эти евро заборы и ушла я безумно переживала это было просто я не знала что делать за меня первый раз в жизни вот такая была ситуация когда собака ушла из дома я не так боялась что вот там ли это машина собьет или еще что-то у нас как бы здесь все такие поселок и но я боялась что не дай бог люди ребенок может одеть испугаются и подумают что ваниль может причинить вред опасность и нанесут ей какую-то траву то есть могли же там и стрельнуть и прибить какую-нибудь там палка что угодно могло случиться тоже собака внешне страшно это размером салабая крупная собака такой себе медведище бегает естественно любой бы испугался я очень переживала надо было эту картину видеть это сейчас я вспоминаю с хохотом эту ситуацию с улыбкой тогда я была просто мне так колотило все это мартышка шла гулять и а я значит беру поводок соответственно и уже нужно она была на цепочке я беру поводок это такой кожаный поводок широкий выглядит он как ремень до внешне я беру поводок и пошла по всему силу ее значит искать хожу по всему ларионова и ару ваня ваня ванька вернись ванька ванька ко мне ну и люди то чего решили кого я ищу какого такого ванька уходит эта женщина и ищет по всему посел в общем народ на меня таращился всех видимо я очень веселилась мне было не до смеха знаете совершенно вернулась и обошла пол наверно пол села вернулась перетохнуть и слава богу что я вернулась домой в тот момент да мои же собаки ваниль сдали она что придумала она ушла оказывается гадость гулять в поля поля у нас прям за забором и мои так же учуяли эту гулялку и начали вот я прихожу такая вся слеза в соплях размазана они начали лавить в поле четко и этому что-то там вот так лают найти а мало ли там может что там лазит и я подхожу к забору заглядываю и я вижу земля поле черное вот паша и такой белый хвост где-то вдали вдали там что-то белеет и меня просто интуитивно поняла что это же наша ваниль ушла поля и она там чего-то ищет вчерашнего дня тогда мне стало чуть легче я поняла что ваниль ушла не в поселок все-таки ушла в поля искать ее там было бесполезно я понимала что она вернется так и случилось вечером я дежурила даже телевизор не включала была на стрёме когда же когда же эта мартышка вернется и я слышу лай собак подхожу значит к той же дырки куда ваниль ушла в заборе и она там уже возле этой дырки крутится крутится хвостом машет такая вся морда виноватая ой мама присти меня дуру прости меня я каюсь каюсь а глаза хитрые естественно я ее запустила и какая реакция вот в этот момент а когда тебя там весь день проколотила ты переживаешь и собака вот нагулялась и пришла никогда в такой ситуации не ругайте собаку никогда ее не наказывайте получается за что вы наказываете она вернулась да а вы наказываете за это если бы вы наказали когда она ушла то понятно а так получается за возвращение поэтому у меня хватило как бы мудрости ее завести в вольер накормить ее посытнее тогда ваниль получила тройную дозу нас все что у меня какие запасы были я и выгребла налила водички и и значит пожалела погладила поговорила с ней так по-женски что не нужно так ванечка поступать она на меня смотрела и ела но это был я должна сказать единственный случай за все 6 лет когда ваниль заставила меня нервничать единственное собака уникальная вот уникальная вы просто поверьте мне на слове красотка вот так появилась питомники польско-подголянская обчарка жаль что не сложилось у нас дальше с разведения подголянцев ну видимо волею судеб и с судьбой не поспоришь но тем не менее польско-подголянская обчарка одна из моих любимых пород и она навсегда таковой останется и я не представляю что у меня после ванили будет какая-то другая порода именно на охране во дворе не представляю такая история о подголянцах сейчас слава богу ваниль в здравии прекрасно себя чувствует и многие кто бывал у нас питомники с вами знакомы собака внешне как бы такая устрашающая достаточно такая лошадь до коняка но при этом поверьте это добрейшая душа но она очень хорошо делает свою работу она знает что я хочу от нее видеть и на это дело но когда мы остаемся наедине у меня никогда с ней не у детей моих проблем понимаете не у собак нет проблем да нужно сказать что ваниль не любят суп корги не любит но как бы это не удивительно и в таком случае заводчику нужно просто иметь голову на плечах не допускать близких контактах но при этом она живет благополучно вместе с дворняжка которая у нас найдена мадам в одном варьере они делят одно помещение чтобы не скучали они по отдельности а вот кобелей корги всех она обожает просто она испытывает нижнюю страсть ко всем мальчикам такая вот девушка у нас польская подголянская овчарка ну вот такая история о ваниле в нашем питомнике кроме вельшкорги пемброк наши питомники также живут и процветают благополучно вельшкорги кардиган кардиганы появились у нас питомники из санкт-петербурга первая девочка которых нам приехала это была наша жены . отцы марины янковской то она приехала из питомника н штук ой жанна аркадьевна жанночка настолько на меня покорила и и настолько влюбила породу кардигана что спустя какое-то время кроме жанны у нас появился еще с киев одессит красавчик появилась то речка москвичка появилась симочка это дитя любви жанны и скифа мы ее оставили питомники и уже прошлом году к нам приехал еще кавалеры джем он уже наш украинского разведения и того на сегодня мы имеем постоянно проживающих питомники наших 5 кардиганов 5 не считая того что еще у меня есть мальчик на продажу которому вот в мае будет год и он все еще не покидает стены питомника все никак не найдем для него самых самых достойных рук а пацан вот такой кстати и кто хочет все-таки кардигана приобрести уже подрощенного обращайтесь может быть именно ваши руки будут достойны и вот таким образом питомник занимается тремя породами вещь корги пемброк моя первая любовь вещь корги кардиган польская подголянская овчарка на сегодня не входит в основные интересы питомника но тем не менее и ваниль наш талисман наша охрана security моя подружка и никогда наверное не будет такого времени когда я скажу что питомник не занимается польскими подголянскими овчарками она наша часть вот все равно несмотря на то что только у не был один помет и больше они не планируются мы по крайней мере у ванили тем не менее я всегда указываю во всех информациях что питомник занимается корги и польскими подголянцами потому что нельзя нельзя в этой собаке писать маленькая вот такая история на сегодня на сегодня я очень рада что именно так все сложилось у меня и что моя тропиночка привела меня именно такому занятию это даже не занятие диагнозу наверное я уж не знаю к чему так вот судьба повернулась я связала свою жизнь с собаками вот так крепко-накрепко не знаю как там уже никогда не знаем что нас ждет за поворотом но собаки как бы там ни сложилось это всегда всегда будет огромная часть жизни и прямо вот огромная огромная половина моего сердца ну и надеюсь все будет у нас хорошо и мы будем процветать и развиваться несмотря на то что у нас были хорошие моменты и сложные моменты кому-то кажется кто у меня вот знает ну не очень очень близко кажется что такая вот женщина прям найти такая цветет и пахнет и все у него прекрасно и все у него хорошо и жизнь сказка на самом деле все не так прям вот замечательная сладко все у нас бывает всяко вот и плачем и радуемся но мы идем вперед жизнь продолжается как говорится оптимизм это когда как же как же так сегодня почитала классно оптимизм это когда ты полной задницы но ничего держишься бодрячком так вот все таки я поддерживаюсь оптимистической стороны оптимистического взгляда на жизнь чего и вам собственно желаю я думаю это будет второй частью моего рассказа питомники как бы я уже рассказала все практически но я хочу на третью часть еще оставить несколько очень классных таких смешных историй которые были вот которые были на слуху от у меня на памяти остались вот несколько таких историй я вам обязательно еще расскажу ну а на сегодня я с вами не прощаюсь но говорю вам до свидания и вы были с нотарией на канале воплощение мечты соответственно с нотарией спокойной ночи всего хорошего